Энтони Смит считает, что Блахович победил Анкалаева. Арман Царутян проехался по топовым бойцам лёгкого дивизиона. А также Царутян заявил, что нокаутирует или задушит Дамира. Ну а Исмагулов также высказался об их противостоянии. Волкановский оставил послание для Махачева. Ну а Бобби Грин считает, что дагестанцев растят на допинге и высказался в адрес Махачева. А от вас, друзья, жду подписку и лайки за старания. И обязательно высказывайте своё мнение в комментариях. Всем приятного просмотра, а мы начинаем. Казах теперь сеть будет газовать! Казах! Волкановский оставил послание для Ислама Махачева, сказав следующее. Йоу, Ислам, у тебя на поясе моё имя. А на моём колене твоё лицо написал Волкановский, опубликовав видео. Бобби Грин рассказал, почему обвинил Ислама Махачева в употреблении допинга. А также заявил, что он принимает запрещенные препараты с детства. Поэтому он смог стать чемпионом UFC, сказав следующее. Просто представьте, если бы я тоже принимал допинг. Я бы мог убить любого. Ну а теперь мне всё стало ясно. Я всё думал, почему эти дагестанцы так много выигрывают. Да потому что их растят на допинге. Вот почему у них 9-летний ребёнок может проводить спарринги с медведем. Их растят быть лучше, чем мы. Поэтому они и будут побеждать. А мы задроты рядом с ними, заявил Бобби Грин. Энтони Смит считает, что Ян Блахович заслужил победу в поединке с Магомедом Анкалаевым, сказав следующее. На мой взгляд, победил Ян Блахович. Он выиграл первые три раунда. Мне показалось, что второй, третий, четвёртый, пятый раунды были выиграны убедительно. Я не увидел счёт 10-8 в пятом раунде. Это лично моё мнение, и я думаю, что Ян выиграл первый раунд. Я считаю, что Ян победил 3-2 по раундам, сказал Смит. Ну что, друзья, уже немало времени прошло после поединка, обсуждения вокруг него не утихают. А как всё же вы считаете, кто одерживал победу в этом бою? Пишите своё мнение в комментарии. Ну а в свою же очередь Анкалаев уже прибыл в Дагестан, где в аэропорту сказал следующее. Ас-саляму алейкум. Я искренне рад. Я хочу поблагодарить всех, кто пришёл, кто болёл, кто переживал в столь плотный час. Я очень рад. Мы ещё не сказали всё. Мы в следующий раз решила вернёмся с полисом. Ну, путь такой по бою. Что могу сказать? Я думал, что я сделал достаточно, чтобы добить победу. Но суды решили сделать ничего. Ничего, мы на этом не останавливаемся. Мы будем двигаться и охотиться за поездом. Спасибо вам всем. По душе вам огромное благодарность. Арман Сурукян проехался по топовым бойцам лёгкого дивизиона. Сказав следующее. Дастин Парье, Майкл Чендлер и Джастин Гэджи этим парням следует завершить карьеру. Они должны быть исключены из топ-15. Эти трое дерутся только друг с другом и ни с кем больше. Они не хотят драться ни с кем другим. Мне не нравится это трилло. Майкл Чендлер отстойный боец. Он не смог бы ничего сделать в бою с Махачевым. Он с Гэджи дрался как идиот и борец. Но зачем-то лез рубиться. Чендлер уже стар. Ему лучше уйти в отставку. Ну а что касается Чарльза Оливера. Я думаю, он закончит как Тони Фергюсон. Пришло время для следующего поколения, заявил Арман Царукян. Ну что, друзья, Арман сделал, однако, громкое заявление. И как по мне, любой из этих бойцов может дать серьезный бой Арману. А что вы думаете об этом, друзья? Пишите свое мнение в комментарии. Арман Царукян также поделился своим мнением о предстоящем поединке с Дамиром и Смогуловым, сказав следующее. С ударником я могу боксировать, а с борцом бороться. Поэтому не факт, что я буду бороться. Если у меня будет получаться в стойке и я его буду перебивать, я даже не буду его переводить. Зачем мне тратить силы, если я могу перебивать его в стойке? Я думаю, что уровень моей ударки ничем не хуже, чем у него. На этот раз я не хочу давать судьям решать, кто победит. Я хочу нокаутировать или задушить его. Но прежде всего я хочу выиграть бой, и не важно как. Но 50 тысяч в качестве бонуса обеспечат мне хорошее настроение, заявил Арман Царукян. В свою же очередь, Дамир Смогулов также поделился мыслями об их предстоящей встрече, сказав следующее. Я думаю, что он будет бороться. Но чем он меня может удивить? У Гурама, Кутателадзе ударка получше, чем у Армана. Меня сложно будет чем-то удивить. Что касается борьбы, но в UFC вообще все борются. Ну а если честно, я собираюсь его финишировать. В этом бою мне нужно задать такой темп, чтобы закончить досрочно. В связи с последними событиями, я понимаю, что судьи где-то зажимают, а где-то и не отдают. Но конечно, нужно над этим работать. Этот бой меня сразу заинтересовал. Потому что Арман дрался в главном событии турнира против Гамрата. А он весьма популярен в Америке. Здорово, что мне выпала возможность встретиться с таким оппонентом. Победа над ним позволит мне запрыгнуть в топ-10. Ну а возможно даже в топ-5 дивизиона. И тогда я начну получать тех соперников, которые мне более интересны, и которых я заслуживаю, сказал Дамир Смогулов. Друзья, как вы думаете, кто одержит победу в этом противостоянии? Напишите свои прогнозы в комментариях. Я всегда читаю ваше мнение в комментариях, поэтому жду вас там.